Друзья, всем привет! Вы смотрите InvestFuture и это наш еженедельный макроэкономический обзор. Ну что, как обычно, на выходных мы с вами подводим итоги прошедшей недели и так осторожненько пытаемся всмотреться в будущее. И сначала давайте коротко вспомним основные события прошедшей недели. Ну что ж, экономическая неделя началась со встречи ОПЕК+. Участники Альянса оставили свои планы по добыче нефти без изменений. Это произошло вопреки высоким ценам на черное золото. Ну, впрочем, о нефти и ОПЕК мы поговорим в сырьевом блоке нашего обзора, а пока о других событиях. Конечно, в центре внимания на прошлой неделе снова были политические баталии в США. Я говорю о дискуссиях по потолку госдолга. Республиканцы не хотели давать голоса за повышение лимита на государственные заимствования. И вместо этого они предлагали демократам перемирие. В рамках этого перемирия для принятия нужного решения будет достаточно простого большинства голосов в Сенате, которые у них уже есть. Но такая тактика республиканцев впоследствии им бы позволила обвинить демократов в раздувании госдолга. А те, в свою очередь, не хотели попасть в эту ловушку. И не хотели брать на себя всю ответственность, пометуя о промежуточных выборах, которые в следующем году должны состояться. И поэтому представители правящей партии не прекращали своих усилий, чтобы добиться двухпартийной поддержки своих инициатив. Политическое противостояние угрожало США дефолтом. Это страшное слово. Но все-таки в четверг вечером по Москве, либо утром по Вашингтону, сенаторы все-таки договорились поднять потолок госдолга на 480 миллиардов долларов до декабря. Голдман Сакс уже призвал инвесторов не радоваться, потому что 480 миллиардов это немалая сумма. И располагая ей, политики, скорее всего, не будут спешить с достижением консенсуса. И в итоге неопределенность с госдолгом просто перенесется на начало следующего года. Кроме того, на неделе от представителей ФРС у нас звучали старые добрые тирады о начале сокращения стимулирования. И на этом фоне инвесторы очень ждали данных по рынку труда США в пятницу. Было очень сложно что-то прогнозировать, потому что в США в сентябре закончилась выплата дополнительных пособий по безработице, которые были введены как раз-таки на время пандемии. То есть вот эти легкие деньги как бы перестали поддерживать рынок труда. В итоге в пятницу мы с вами увидели снижение уровня безработицы в США до уровня 4,8%. Ну и в принципе это говорит о довольно сильном восстановлении рынка труда. Но если мы с вами уйдем в детали, то, конечно, все неоднозначно. Потому что фактически количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственной отрасли США, NFP знаменитая, составило всего 194 тысячи. Прогноз 500 тысяч. То есть получается фактически уровень безработицы упал, но не столько за счет новых рабочих мест, сколько за счет снижения уровня экономической активности населения. Если смотреть еще глубже, то мы увидим, что наиболее пострадавшие от пандемии отрасли замедлили темпы найма рабочей силы. И это говорит о том, что негативное влияние пандемии на экономику продолжается. Ну, тем временем вокруг ФРС США у нас могут развернуться довольно жаркие споры в преддверии вероятного выдвижения председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок. Получается, если безработица в США резко снизилась на фоне отмены дополнительных пособий, то смысла так долго стимулировать экономику не было. Нужно было всего-навсего отменить пособия. Именно такой логикой руководствуются республиканцы в своей критике Белого дома. Но с другой стороны, если экономическая активность населения падает даже на фоне отмены пособий, это можно расценить как признак того, что рынок труда все еще в плохом состоянии. Поэтому стимулы все-таки еще рано сворачивать. Но все-таки кажется, что безработица на уровне 4 и 8 – это довольно удобный повод для ФРС, чтобы все-таки начать снижать выкуп активов. И уже практически не остается сомнений, что именно об этом шаге они и объявят на грядущем заседании ФРС. В Германии тоже интересно. Там продолжаются разговоры о возможной светофорной коалиции СДПГ, СВДП и Зеленых. Если коалиция в этом формате будет создана, то, скорее всего, новое правительство ФРГ может занять более жесткую позицию по отношению к России и по отношению к Китаю. И важно будет следить за тем, кто какие места займет в правительстве. И самое интересное, какой портфель получит Анна Лена Байербок из партии Зеленых. Предполагается, что она может стать министром иностранных дел, и на этом посту она направит свои усилия на борьбу против Северного потока-2. Даже несмотря на разворачивающийся энергетический кризис в Европе, это кажется возможным. Кроме того, приход к власти светофорной коалиции выразится в более жестком регулировании энергетики и расширении программы нулевых выбросов. И это может сказаться на многих секторах немецкого бизнеса. Ну и наконец, еще из таких глобальных новостей. В Японии соратник нового премьера Кисиды предложил поднять ставку корпоративного налога с 20 до 25%. Интересный момент. Ну вот так от Америки мы незаметно добрались до страны восходящего солнца. И на этом давайте завершим наше кругосветное путешествие сегодняшнее. И вернемся все-таки в США, чтобы обсудить ситуацию на американском фондовом рынке. Вроде как инвесторы уже заложили в цены вероятное снижение программы выкупа активов. Но все-таки объем этого снижения до сих пор неизвестен. Многие аналитические агентства начинают говорить о том, что будущее ужесточение приведет к одновременному падению акций и облигаций. И таким образом при снижении стимулов мы можем увидеть, что доходность по казначейским облигациям продолжит расти, снижая аппетит к риску на рынке акций. С учетом роста цен в США, также аналитики прогнозируют, что отчеты компании за третий квартал могут быть довольно слабыми из-за падения маржинальности бизнеса. И это может теоретически спровоцировать волну коррекций. В данный момент индекс широкого рынка S&P 500 вышел за нижнюю границу своего восходящего канала. Вроде как нащупал какую-то поддержку на уровне 4300 пунктов и отскочил от нее. Скорее всего рынок так и будет до среды торговаться в районе 4400, ожидая данные по инфляции. В США они выходят именно в среду, на следующей неделе это будет очень важный блок статистики. Глобально цены на товарных рынках на неделе продолжили расти, и в первую очередь за счет роста цен энергоресурсов. И соответственно инфляционные опасения тоже усилились. И это вызывает рост доходности гособлигаций в Европе, США. И в моменте это негативно сказалось и на динамике фондовых индексов. Конечно энергоносители стали главными ньюсмейкерами недели, но давайте не будем все-таки отступать от нашей традиции. И начнем обзор средиевого рынка все-таки с металлов. Все по правилам нашего макрообзора. Итак, золото и серебро находились в боковике на неделе. Неопределенность экономическая не дает инвесторам точного понимания, что делать с защитными металлами. Хотя вот индекс доллара DXY показал все-таки небольшой рост в рамках недели. Промышленные металлы показали небольшую волатильность, хотя по итогам пятидневки они остались примерно на прежних уровнях. Не ушли с рынка глобальные угрозы и металлы продолжают вот в таком боковике болтаться. Более того, ожидания снижения стимулирования со стороны ФРС и ЕЦБ могут в ближайшее время негативно сказаться на динамике всего товарного рынка, в том числе и промышленных металлов. Именно обширная ликвидность разгоняла цены на сырье в последние полтора года. И более того, остаются неопределенными перспективы спроса на недвижимость в крупнейших экономиках мира. С точки зрения энергетики, что у нас? В ближайшее время мы, по всей видимости, будем фразой энергетический кризис, к сожалению, слышать все чаще. Китай уже начинает использовать австралийский уголь из закрытых хранилищ, но этого все равно пока недостаточно, чтобы покрыть энергетические нужды страны. И Поднебесная начинает закупать уголь в Казахстане. При этом прогнозы китайских трейдеров неутешительные. На полное восстановление внутренней добычи может уйти более пяти лет, но частично восполнить нехватку можно будет не ранее 2022 года. Некоторые аналитики считают, что отдельные страны могут и вовсе перейти на мазут при генерации энергии. Вопросы экологии тут уже не так волнуют страны, которые могут остаться просто без энергоснабжения. Тем временем спрос на энергоресурсы в Евросоюзе, по словам замглавы Еврокомиссии, достиг максимума за 25 лет. Цена энергетического угля в Европе пробила 20-летний рекорд. Ну и, конечно, уже которую неделю все внимание приковано к газу. Это прям главный ньюсмейкер неожиданно оказался. Что у нас по газу? Вот в Блумберг напоминают, что только от погоды будет зависеть, насколько тяжелым будет кризис в Европе, энергетический кризис. И аналитики Блумберг ожидают, что температура в северной части европейского континента упадет ниже нормы со следующей недели. Хуже того, ожидается погода безветренная, так что на ветреные электрогенераторы тоже не приходится, получается, надеяться. И цены на газ на этой неделе показывали просто безумное ралли. Начинали с 1200 долларов, улетели выше уже 1900, потом скатились обратно. И важную роль в этих качелях сыграли маршн-колы и Владимир Путин. Так резкий рост цен на газ, они выросли более чем на 40% за два дня, был обусловлен в первую очередь тем, что крупные сырьевые трейдеры столкнулись с маршн-колами на рынке газовых фьючерсов. Размер коротких позиций по газу составлял почти 30 миллиардов долларов. И в итоге из-за роста цен трейдеры были вынуждены закрывать короткие позиции, то есть покупать фьючерсы, и это вызвало рост цен. Ну, в общем, мы помним ситуацию с GameStop и схема похожая. Но цены на газ потом резко упали, после того, как президент России Владимир Путин объявил, что Россия готова помочь в стабилизации рынка. «Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — сказал Путин. Ну, а министр энергетики Новак даже предложил конкретный план действий — срочно запустить «Северный поток-2» и увеличить торги газом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Кстати, насчет «Северного потока-2» регулятор Германии заявил, что газопровод удовлетворяет всем техническим требованиям для его запуска. Оператор «Нордстрим-2» уже сообщил, что он начал заполнять газом первую нитку для дальнейшего тестирования. Вот в «Саксо-банк» прогнозируют, что после запуска «Северного потока» стоимость газа может нормализоваться уже в этом квартале. В то же время в Еврокомиссии считают, что высокие цены сохранятся всю зиму, хотя газа в хранилищах достаточно для покрытия зимних нужд. К концу года комиссия предложит варианты реформы газового рынка, чтобы повысить устойчивость региона к колебаниям цен. Посмотрим, что из этого получится, а мы с вами пока поговорим о нефти. На нефтяном рынке на прошлой неделе было неспокойно. В понедельник у нас прошло заседание ОПЕК+, и там министры решили не менять планы по добыче нефти. Добычу решили в очередной раз повысить на 400 тысяч баралей в сутки, и при текущем росте спроса на черное золото этого явно недостаточно. В результате нефть взлетела выше 83 долларов впервые за три года. Короткая коррекция случилась, но потом стоимость нефти в конце недели все равно держалась выше 82 долларов. Вот в Pioneer Natural Resources считают, что спрос на нефть сейчас сохранится под контролем ОПЕК, и того же мнения придерживаются, допустим, в Витоль. Ну а в Moody's считают, что нефтяному сектору требуется на 50% больше вложений в бурение новых скважин, чтобы в ближайшие годы все-таки избежать дефицита. Для многих управляющих опасения дефицита энергоресурсов превысили страх перед новыми волнами ковида, и хедж-фонды снова пошли в нефть. Это наглядно видно. Рост цен на энергоресурсы, конечно, вызвал беспокойство по поводу инфляции, но JP Morgan успокаивают, что нефть за 130-150 долларов не вызовет особых проблем для экономики. Но эти успокаивающие заявления, честно говоря, большого давления не внушают. От дорогой энергии страдают многие отрасли мировой экономики. Энергетический кризис в Китае, допустим, затронул почти весь мир. И вот в Bloomberg отмечают, что могут пострадать соседи КНР – Тайвань, Корея, экспортеры металлов, Австралия и Чили, ну и также ключевые торговые партнеры Поднебесной, в частности, и Германия. И больше того, сельское хозяйство Китая тоже страдает. Растет стоимость удобрений, это бьет по бизнесу сельскохозпроизводителей. Ну, а это угрожает продовольственным дефицитом мирового масштаба буквально по целому ряду культур, от кукурузы и сои до арахиса. Вот на следующей неделе будем наблюдать за отчетом Министерства сельского хозяйства США с оценками спроса и предложения в мире. Будет, видимо, интересно. Хорошо, давайте мы теперь перейдем к российским активам и с национальной валюты. Давайте начнем. Ну что, рубль на этой неделе снова показывал мускулы. В четверг доллар опускался ниже 71 рубля, ну а евро впервые с июля прошлого года достиг уровня 83 рубля. Конечно, это все происходит, вы знаете почему, благодаря высоким ценам на энергоресурсы. По заверению российского министра энергетики Александра Новака, ноябрьского роста добычи нефти на 400 тысяч барлей в сутки в размерах Объект Плюс будет вполне достаточно, чтобы рынок стабилизировать. Посмотрим, сбудутся ли прогнозы министра. Пока у нефти, честно говоря, нет причин для сильной коррекции, так что в ближайший месяц нефтяные котировки, видимо, продолжат оказывать поддержку российскому рублю. Но тем более, что цена на нефть впервые за три года на российскую нефть превысила 80 долларов за баррель. А 7 октября спотовые ценные марки Юрлс даже обогнали цены на бренд. Также в октябре рубль продолжит поддерживать довольно жесткая политика Банка России. Инфляция в России за последнюю неделю снова выросла, так что мы можем ожидать очередного повышения ставки. Это, в свою очередь, может привлечь внимание инвесторов КОФЗ. Ну и также рубль привлекает интерес нерезидентов высокой ставкой доходности 7% по операциям Carry Trade. С другой стороны, сильно укрепиться рублю может помешать все тот же Банк России. ЦБ увеличивает скупку иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Это следует из данных ЦБ. Ну а увеличение объемов покупок валюты может негативно повлиять на курс рубля. Ну и, конечно же, монетарная политика западных стран, которая на фоне роста инфляции будет становиться жестче, очевидно, это тоже потенциальный негатив для рубля. Это вопрос сроков скорее. Ну, в целом, по рублю ситуация складывается довольно странная. Рубль, вопреки любой логике, укрепляется одновременно с долларом. И вроде как это должно внушать гордость за силу национальной валюты. Но, с другой стороны, это может подкосить российский экспорт в неэнергетическом секторе. И буквально несколько слов, друзья, скажу про российские индексы. Они всю неделю себя чувствовали хорошо. Индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы. Ну а доллар в РТС достиг уровней 2011 года. Это уже неплохо. Интерес к российскому рынку обусловлен, конечно, высокими дивидендами доходностями наших голубых фишек. Сбербанк у нас на этой неделе опередил по капитализации все европейские банки. Поздравляем Германа Грефа и всю команду Сбера с этим достижением. Ну а вот в неудачниках оказались на этой неделе акции Газпрома, которые после выступления Путина и падения цен на газ скорректировались более чем на 7%. Но в целом у российского роста пока есть неплохой фундамент и причина для продолжения роста в текущих обстоятельствах. Будет ли этот рост? Зависит от событий предстоящей недели. Ну и давайте о них мы в заключение с вами и поговорим. В понедельник в США пройдет аукцион по размещению 3-6 месячных казначейских векселей. И вот спрос на эти короткие размещения будет индикатором настроений рынка. Если спрос на короткие векселя будет высоким, распродажа долгосрочных казначейских бумаг на следующей неделе может продолжиться, что спровоцирует дальнейший рост доходности по долгосрочным бумагам. Ну а как вы понимаете, чем выше доходность на долговом рынке, тем труднее рынку акций продолжать свой рост и даже труднее просто держаться на достигнутых уровнях. Это риск. Во вторник выйдут данные по заработной плате в Великобритании. Это важный показатель, учитывая, что инфляция в Британии продолжает расти, ну а Банк Англии уже говорит о повышении ставок. Прогнозируется, что уровень средней ЗП в стране будет расти. И вот премьер-министр Борис Джонсон не видит в этом проблемы. Даже наоборот, он говорит о росте зарплат как о достижении. Но инвесторов такая тенденция пугает, потому что она намекает на близость ужесточения монетарной политики в Соединенном Королевстве. Ужесточения инвесторы не любят. Кроме того, во вторник мы увидим индекс экономических настроений в еврозоне и Германии. В еврозоне был ранее зафиксирован самый низкий уровень экономических настроений с сентября 2020 года, потому что предполагается, что рост экономики региона замедляется. В Германии дела также обстоят, как и в целом по еврозоне. И таким образом, если экономические настроения в зоне евро не улучшатся, единая европейская валюта может продолжить слабеть, возможно и к рублю. Важные данные в Китае выходят. Ждем отчет по торговому балансу. И посмотрим, как у КНР обстоят дела с объемами экспорта и импорта на фоне замедления экономики, на фоне высоких цен на электроэнергию и на фоне остановки заводов в ночное время. Ну и в среду произойдет самое важное событие новой недели, и к нему будет приковано больше всего внимания. Выйдет отчет об инфляции в США, и он особенно важен на фоне снижения в Штатах безработицы. Если инфляция останется высокой, то ФРС США сумеет более решительно действовать в отношении снижения выкупа активов. Тем более, что резкое падение уровня безработицы ей как бы развязывает руки. Также в среду ФРС опубликует протоколы своего последнего заседания, из которых мы с вами узнаем какие-то основные доводы в пользу снижения стимулов, которые прослучали в ходе прошлого заседания. Ну и также мы сможем как бы строить более точные предположения по поводу темпов сокращения QE. А это для рынка сейчас самая ценная информация. Ну а закроются недели данными по производственной инфляции в США. Они выйдут в пятницу. Вот так. На этом наш сегодняшний макрообзор подошел к концу, друзья. Пишите, пожалуйста, в комментариях, вселил ли в вас сегодняшний наш выпуск оптимизм по поводу перспектив финансовых рынков или наоборот посеял тревогу. Следующая неделя будет очень интересной, так что жду вас через неделю у нас на канале, чтобы обсудить ее итоги. Ну, место встречи все тоже. YouTube-канал InvestFuture, на который можно подписаться, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк под видео, нажимайте на колокольчик. Ну и до новых встреч каждый день у нас на канале и через неделю в рубрике макрообзор. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Всем пока и до новых встреч.